Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Chevrolet Epica 2008 года выпуска, 2,5 литра автомат. На этом автомобиле мы заменим помпу. Помпа побежала, получается, по очереди мы меняем все, что связано с системой охлаждения. Сначала мы заменили патрубки, потом мы заменили расширительный бачок, заменили пробку на расширительном бачке, радиатор рвало, меняли уже на этом автомобиле. Теперь пришло время помпы, побежала помпа. Но самое интересное, побежала помпа, приоткрыли пробочку радиатора, помпа бежать перестала. Только пробочку закрываешь, сразу же начинает давить через помпу. Давление в системе неиспыточное, потому что патрубки придавливаются, прижимаются нормально. Сальничек на помпе подизносился. Помпа у нас будет корейская, портсмал, не оригинальная, но хорошего качества. Поднимаем автомобиль, сливаем антифриз. Вот как видно по пыльнику, помпа все равно бежала, даже несмотря на то, что пробочку мы чуть-чуть приоткрывали. Не так сильно, но она капала. Сливаем антифриз. Вот где головочка стоит. Под головочкой пробочка на радиаторе. Так как у нас радиатор здесь не родной, здесь пробочка на 10. На родном радиаторе пробочка, я не помню, по-моему на 13. На родном на 13, да, пробка. Но это можно в другом видео посмотреть, где у нас замена радиатора на этом автомобиле. Там есть размер родной пробки. А так вот видно, антифриз стекает у нас. Потом мы ее закрутим. В нижнем правом углу она находится. И по антифризу вот здесь вот. Сейчас. По поддону, по кронштейну компрессора, кондиционера. Все видно, антифриз висит, капли подтеки. Это помпа у нас побежала так. Поднял автомобиль, снял защиту. Вот мы видим наш натяжной ролик. Мы сейчас возьмем его, головку на 14, одеваем и ослабляем ремень, снимаем ремень. Поднимаем его вверх, но при этом усилия больше не делайте, чтобы не сорвать болт. Вот мы его вывели и стягиваем ремень. Вот мы сняли ремень, снимаем его с коленвала и снимаем его с кондиционера. Сверху мы скидываем вот с помпы и с генератора. Все. Сейчас мы опускаем автомобиль и сверху снимаем подушку двигателя. Но перед этим мы снимем бачок антифриза. Антифриз я слил. Снимаем мы сейчас вот этих три хомута и снимаем по трубке. Сильно не давите, чтобы не повредить носики. Берем головку на 10, откручиваем. Две гаечки. Все, бачок мы освободили. Здесь у нас кронштейн, на котором еще сидит бачок. Снимаем с кронштейна и снимаем со шпилек. Поставил подсветку. Сейчас поддомкрачиваем снизу двигатель. Снимаем вот этот кронштейн и снимаем подушку. Помпа, шкив. Вот он получается напротив прямо лонжерона. Будем добираться до нее. Для этого мы откручиваем три гайки и один болт. Продолжение следуетов. Я вижу, а как? Субтитры сделал DimaTorzok Все, открутили крепление, снимаем вот этот упорный кронштейн. Кронштейн сидит у нас на подушке. Для этого мы откручиваем три болта, головка на 14. Субтитры сделал DimaTorzok Вот она наша подушка. Теперь мы снимаем наш ремень. Даже можно полностью не снимать. И вот мы видим нашу помпу. Откручиваем четыре шестигранника. Шестигранник возьмем короткий. Здесь на шесть, наверное. Нет, здесь на пять шестигранник. Пятерочка. Возьмем вот таким образом. Шкивок придавим. Помпу мы все равно менять будем. А шкив сильно не давите, чтобы не погнуть его. А здесь даже сильно давить не надо. Буквально немножко фиксируйте его и все. Шестигранник. Болты срываются нормально, легко. Шестигранник. Болты срываются. Четвертый срываем. И откручиваем их все. Все. Болты мы открутили. Теперь надо снять шкив. Болты мы откручиваем. Все. Снялся. Здесь, в принципе, даже давить сильно и не надо было. Буквально два миллиметра. Все. Помпа у нас тоже сидит на болтах шестигранных. Вот как она, я не знаю, оторвется, не оторвется, даст ей выйти, не даст. Помпу мы будем по порцмалу, фирме порцмал использовать. Номер ее по порцмалу PHC011P. Здесь же прокладочка идет в комплекте. Вот такая помпа. Сидит она, получается, хотя что у нас болт, не болт, направляющий, не направляющий, быстрее всего болт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На семи болтах. Откручиваем. Ну что, открутил семь болтов, будете откручивать. Они разной длины. Пять одинаковые и два, вот эти задние, коротенькие. Сразу, чтобы вам потом не перепутать. Берем молоток и отбиваем помпу. Антифриз сливал, но слился не весь. Нет, все нормально. Помпа снимается. И что самое замечательное, прокладка практически отошла полностью. Вот этот только кусочек там остался. Его обязательно надо вытащить. Сейчас подчистим ее. Вон, если видно, под цвет внизу, где сальник, керамическое кольцо ходит, видать резинка порвалась. Так, почистил остатки прокладки. Внимательно будьте, потому что прокладка, если останется, потечет. Новую прокладку я немножко намазал герметиком. Во-первых, потом ее даже снимать удобнее. С герметика она легче снимается. Две направляющих вытащил из старой помпы. Потому что они в блоке и в помпе они легко болтаются. Но в помпе они подкисли. По статистикам я взял, легко они не вышли. Намазал тонким слоем, как я сказал. Теперь берем, аккуратненько заводим и ставим ее на место. Приятного аппетита. все наживляем все наживил по кругу короткая бита на 5 и 3 щеточка с головочкой на 10 одеваем на биту и удобно протягивать помпу нижние болты самые неудобные так как у нас двигатель мы подняли остальные нормально сильно не тяните чтобы не посрывать все протягиваем все остальные вот здесь вот такая ломбочка голограмм очка все помпу протянули теперь одеваем на место шкив и теперь ловим резьбу наживляем болтики что-то 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 это Резьбу поймал, но не ту. О, похоже все нормально, да, три из четырех попали. И четвертый вошел, все отлично. Так, подтягиваем. Так, шкивок подтянул, зафиксировал его так же, как показал, монтажечкой сзади и прижал. Но, если видно, вот так вот, бияни никаких нет, поэтому погнуть я его не погнул, потому что усилия там достаточно небольшого, чтобы его держать. Раскидываем ремень на место. Все, ремешок установили. Здесь, на Эпике, бывают две схемы ремня. Ремень 6ПК 1835. Надеялся на интернет. Вот, смотрите. В Эпика Клаб есть четкая схема, как разведен ремень. Видно, да? Я пытался вот по такой схеме натянуть. По такой схеме он не работает. Работает вот по такой схеме. Так, берем подушку. Нашу новую подушку и устанавливаем ее. Крепим на три болта. Ставим кронштейн. Танец. Гребен. Гребен. Танец. Гребен. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...